Здравствуйте, вы смотрите Антикризис в студии Дима Крилл Артенов и снова будем обсуждать интересные темы. В этот раз, я думаю, что выпуск будет более лайтовый даже, чем предыдущий. Тем у меня немного. Вы знаете, каждый раз, вот где-то в понедельник в 7 часов вечера, когда закрываются торги на московской бирже, на меня нападает такая усталость и лень. Не хочется записывать этот выпуск, хочется поехать домой, хочется налить себе холодненького пивка в стаканчик, сесть в уютный диванчик и включить телевизор. Но вместо этого я остаюсь в офисе, готовлюсь к этой программе и записываю ее. Вы знаете, я бы, наверное, этого не делал, тем более, что меня ничто не заставляет это делать. Если бы не, конечно же, ваши лайки, потому что ваши лайки меня мотивируют, ваши положительные отзывы меня тоже бодрят. Я, можно сказать, подсел на ваши лайки, ну, поэтому не забывайте писать свои отзывы. Мне обратная связь очень важна. Я повторяю это в каждом выпуске, потому что это действительно для меня самая большая мотивация. Ну, вы знаете, мне приятно с вами разговаривать, конечно, на интеллектуальные темы. Я понимаю, что темы эти не такие широкие, чтобы собирать даже там десятитысячную аудиторию. То есть, ну, в среднем ролики на моем канале на YouTube смотрят где-то, ну, чуть больше двух тысяч человек. И, конечно же, это немного, но и в принципе это достаточно. То есть, я вижу, что есть люди, которым это нравится, и, в общем-то, в такой узкой компании мы с вами общаемся, можно сказать, и я получаю от этого на самом деле удовольствие. Какие темы я бы хотел сегодня с вами обсудить? Ну, вот вначале я как раз хотел поговорить про обратную связь. Это некие ритуальные вещи. Второе. Хотел вам рассказать некий лайфхак, так называемый, на YouTube. Прошлое мое видео собрало 10 тысяч просмотров почти. И я просто хотел рассказать, почему оно собрало так много просмотров и как это сделать легко, в общем-то, без какого-либо серьезного напряга. Я бы хотел обсудить тему так называемых хачей в Европе. Я бы хотел обсудить тему Медведев и учителя. Снимут ли Медведева с поста председателя правительства? Это, наверное, самая интересная тема прошедшей недели. И поговорим совсем немного об интересной статистике. Статистики экономической, местами парадоксальной. Я приведу много всяких интересных моментов, которые по крупицам набрались за неделю. В общем, должно быть немного интересной. Самая интересная, конечно, тема – это Медведев. К этому моменту ее уже сильно обсудили, но мы все равно, я найду что-то новое, новые слова, которых вы еще не слышали, если вы, в принципе, слышали какие-то точки зрения на эту тему. Итак, еще раз я благодарю всех, кто смотрит ночью сих. Вертолеты у нас тут над Павловском обычно не летают. Поэтому я удивлен, просто над Павловском проходят маршруты всех самолетов в Пупково. И поэтому обычно здесь вертолеты не летают. Сейчас я думаю за долгое время, я слышу звук пролетающего вертолета. Окей. Значит, смотрите. Рассказываю, как лайфхакнуть YouTube и получить 10 тысяч просмотров за неделю. Мой предыдущий ролик антикризиса посмотрело 9600 человек. Он набрал 133 лайка и 28 дислайка и всего 64 комментария. То есть количество комментариев и лайков, оно, в общем-то, равномерное, как обычно. Ну, то есть, примерно только дислайков чуть побольше, да. И просмотров примерно в 4 раза больше, чем обычно. В 3-4 раза. Но самое поразительное, то, что суммарное время просмотра этого ролика, который назывался «Яхта Сечина», выросло в 25 раз. Там что-то в районе 50 тысяч минут. И это реально в 25 раз больше, чем... Может, это ошибка какая-то, я не знаю. В статистике это больше, чем... В 25 раз больше, чем предыдущий ролик антикризиса. Смотрите, всего лишь два момента есть, которые отличают предыдущий мой ролик от обычных. Первое. Тема очень актуальная в заголовке ролика. «Яхта Сечина». Как только СМИ начали раскручивать информацию из Комсомольской прав... По-моему, Комсомольской прав... А, Новая газета, прошу прощения. Новая газета опубликовала материал о якобы имеющейся усеченной яхте. И люди начали активно гуглить. И вот, видимо, я по каким-то поисковым запросам с этим роликом Ютуба, и они, видимо, на Ютубе начали искать, я попал, видимо, в какой-то топ, потому что одним из первых светил эту тему на Ютубе. И, соответственно, получилось много просмотров. Второй очень важный момент, то, что я взял фотографию из Гугла, поместил ее на обложку видео, где была вот эта барышня, якобы жена Сечина, на яхте, в такой интригующей позе. И, вы знаете, обычно, когда люди смотрят на эти шаблончики, превьюшечки, если они видят какую-то картинку, близкую к теме, они нажимают на кнопочку «Плей», для того, чтобы увидеть какой-то эксклюзивчик, что им там покажут яхту Сечина, что им покажут видео с женой Сечина. И, соответственно, вот каждый такой клик, он увеличивает суммарное время просмотра видео и количество хитов, так называемых. Естественно, что ничего такого интригующего в моем опасте не было. То есть я просто рассмотрел где-то в середине этого видео, рассмотрел эту тему. Во всяком случае, вы можете, кто не видел, посмотреть этот ролик еще раз. Ссылка внизу в описании к этому видео. Я, кстати говоря, сразу оговорюсь, что весь материал, на который я ссылаюсь в этом видео, вы сможете найти внизу в описании к этому видео. Окей. Интересная такая тема. Хачи в Европе. Ну, я прошу прощения, если кого-то раздражает слово Хачи. Я, конечно, никого не хочу обидеть. Просто принято так пренебрежительно называть лиц, которые, наверное, приехали откуда-то с юга, мигрантов так называемых. Просто Хачи – это очень быстро и хлестко. И все понимают, о чем речь. Знаете, мой друг вернулся из Европы с женой. Я был у них в гостях. И они, ну, вот, отвечая на мой вопрос, ну, как вообще там в Европе-то целый месяц они колесили, первое и самое главное их впечатление – это то, что огромное количество Хачей. То есть они были поражены тем, насколько много там все-таки вот африканцев, имеется в виду Европа, насколько много арабов и так далее. То есть, ну, мусульман, в принципе, да. И на эту тему еще накладывается вот эта информация, информационный поток, что за последний месяц, как раз, когда они были в Европе, произошли, ну, как минимум, два террористических акта. Все это наложило свой отпечаток. И вот мы сидели на кухне, обсуждали эту тему мигрантов в Европу. Знаете, я был только в одной Европе, ну, в двух европейских странах, это в Эстонии и в Дании, в Копенгагене. В Копенгагене все тоже говорили, что много Хачей, причем, ну, сами они, жители Дании, ну, их это обидно, что беспокоят. Они говорят о том, что они вот кормятся за наш счет, но при этом я так особо, честно говоря, на улицах этих мигрантов не видно. Но информация такая была. Действительно, они, поскольку Дания страна с такой мощной социальной системой, они почему-то этих мигрантов сразу сажают на социальное обеспечение. И вот главный вопрос, который я хотел сформулировать в этой программе, на который у меня пока нет ответа, может быть, вы его дадите, и я жду ваших ответов в комментариях к этому видео. Как вы думаете, а почему Европа берет мигрантов себе и сажает их на пособие? Ведь это не выгодно ни с какой точки зрения. То есть, понятно, если бы это была там какая-то дешевая рабская рабочая сила, когда люди там за 300 долларов, ну, допустим, люди с Украины за 300 долларов там подметают улицы, моют посуду, работают грузчиками, и это избавляет, так сказать, богатое население Европы от необходимости заниматься черновой работой. Но нет же, приезжают мигранты, их сажают на пособие, причем это везде, это и в Дании, это в Германии, в Голландии, везде одна и та же проблема. Ну и то же самое, естественно, во Франции. И любопытно, что как бы идет обратная связь в виде вот этих террористических актов, в виде какой-то непонятной агрессии, то есть Европа у себя принимает вот этих людей, этих туземцев, можно так сказать, и они платят Европе какой-то ненавистью, выражающейся в этих терактах. Вы знаете, здесь большой контраст есть между тем, что думают простые европейцы и тем, что думают европейские власти. Европейские власти почему-то вот как-то нарочито толерантны к мигрантам, были во всяком случае. То есть они были за открытые границы, они помогали мигрантам обустроиться. В то же время, я так понимаю, что со стороны самих европейцев мигранты всегда чувствовали некую неприязнь, некую, ну, может быть, снобизм какой-то по отношению к мигрантам. Я не уверен в том, что это действительно так, но такое впечатление. То есть европейцы, естественно, недовольны, когда там селятся у тебя, ну, условно говоря, ты вот живешь в нормальной европейской белой стране, где все чистенько, красивенько, и тут у тебя цыгане поселились на улице, да, и сразу твоя улица превращается в засранную, криминальную, и, ну, вообще снижается уровень комфорта жизни. Вот, и, соответственно, непонятно, в чем цель. Поэтому на этот вопрос я прошу ответить вас. Конечно, вы знаете, с учетом того, ну, вот, я не видел это своими глазами, но друг говорит, что они там повсюду, конечно, это рано или поздно закончится чем-то интересным. И, ну, можно буквально запасаться попкорном и ждать, чем же это все кончится. то есть Европа действительно, мы видим, что берет на себя некоторые, некоторые, так сказать, абузу, и при том, что экономика Европы стагнирует, интересно будет, как они будут справляться с другими всех этих социальных обязательств, если ситуация экономическая ухудшится, не дай бог, и они не смогут выполнять эти социальные обязательства, ну, что они будут делать с этими мигрантами, как они их будут населять назад. Тем более, если они вначале сказали, да, ребята, живите тут, все нормально, а потом вдруг деньги закончились, что они будут с ними делать. Окей, не буду раз заострять внимание на этом факторе. Кстати говоря, вы знаете, вот в тему мигрантов парадоксальная информация, парадоксальная на самом деле. если посмотреть статистику по доходам бюджета Москвы, то доходы от НДФЛ мигрантов в Москве в 2,3 раза превысили налог на прибыль от нефтяных компаний, зарегистрированных в Москве. Вот как раз сумма поступления НДФЛ от мигрантов составила 6,8 миллиарда рублей. Интересная конечно статистика, на нее обращают внимание читатели Smart Lab иронизируя по этому поводу. Я не буду здесь ничего добавлять, просто для информации. Такая интересная история. Итак, давайте теперь главную тему обсудим с Медведевым. Медведев в очередной раз как бы это помягче сказать сел в лужу выставил можно сказать стал опять предметом обсуждения саркастического в интернете сообществе. Весь интернет теперь смеется снова смеется Медведевым, потому что он дал новый повод. Еще не успела остыть вот эта история с всего хорошего вам вы держитесь тут. И тут же идет новая тема. Медведев, который был, по-моему, территория смыслов, какая-то движуха молодежная. И вот вдруг Медведев отвечал на вопрос, я, кстати говоря, вообще не понимаю логики, почему Путин дает Медведев, позволяет Медведеву отвечать на вопрос, потому что каждый раз выходит какая-то хрень обязательно из вот этих историй. И вот Медведев отвечает на вопросы и опять-таки там целый час есть этих ответов, но 5 минут видео внизу найдете, где учитель из Дагестана, по-моему, Дагестан, поднимается с места и спрашивает, задает такой вопрос, почему у милиционеров полицейских зарплаты сейчас 50 тысяч, а у учителей 10-15 тысяч рублей. И, в общем-то, правильную логику приводит, говорит, ведь мы учителя для того и работаем, чтобы у полицейских было меньше работы. вы знаете, Медведев, он прежде чем сказать, что Медведев, вы знаете, что он ответил, да, я могу даже процитировать, я на самом деле даже записал, во-первых, он сказал, что так и было всегда, что в 90-м, в 90-е, вернее, при Советском Союзе он получал 90 рублей, а полицейские получали 250 рублей. И говорит, что не надо сравнивать, конечно, не надо их сравнивать, современный преподаватель может еще зарабатывать кроме зарплаты, он говорит, и, кстати, у меня вот здесь вопрос возникает, то есть, Медведев возникает на то, что преподаватель может брать взятки. Ну, не знаю, как в школе, в школе, не знаю, берут ли преподаватели взятки в школах, но, во всяком случае, в институте, чтобы получить зачет, преподаватели, конечно, берут взятки. Мелкие там, но тем не менее. И говорит, что учитель это призвание, так, давайте я здесь процитирую, меня часто спрашивают по учителям и преподавателям, это призвание, а если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Но вы же не пошли в бизнес, как я понимаю. Ну, вот, такой ответ. То есть Медведев, почему смеются на нем есть интернет, что он посоветовал учителям идти в бизнес, да. На самом деле ответ, конечно, во-первых, он, ну, нечестный, это уход от ответа был однозначен совершенно. И у меня к вам вопрос, а как бы вы ответили на этот вопрос, если бы вы были на месте Медведева? Вы можете даже в этот момент, если вы смотрите, ну, вы, конечно же, смотрите на Ютубе, в записи, поставьте на паузу это видео и подумайте, как бы вы ответили на вопрос, почему у учителя зарплаты 10-15 тысяч рублей, а у милиционера 50 тысяч рублей? Ведь наверняка ответ заключается не в том, что в правительстве сидят какие-то дураки, которые, вредители, которые специально разрушают нашу страну, уничтожая образование и поддерживая силовой блок. Вы же не считаете, что это специально делается? Тогда ответьте на вопрос, почему так происходит? Вот. У меня есть своя версия, вы можете теперь, так сказать, нажать на паузу, дальше я рассказываю свою версию, вы можете сравнить свою версию с манией. Итак, что должен был ответить Медведев? Если бы он сказал правду, то неужели он должен был сказать, что власть опирается на милицию? Потому что милиция гарантирует соблюдение, сохранение текущего режима, да и не только, кстати говоря, режима, в принципе, милиция следит из-за охраны общего порядка, да, и вы представляете, что будет, если милиции не доплачивать, милиция не будет думать о том, чтобы охранять граждан, милиция будет думать о том, как граждан ограбить. Честно говоря, я с этим сталкивался в юности, да, когда все воспринимали, вот, юные люди, да, воспринимали ментов, как грабителей, то есть, допустим, ну, в моей истории какие были примеры, например, ты перепрыгиваешь через турникеты в метро, и тебя отводят в коморочку, где мент берет с тебя взятку за это действие, либо там был момент, очень хотелось писать, подписывал на Дворцовой площади я, да, после, там, двух бутылочек выпитого пива. Сейчас, кстати, в лучшую сторону изменилась Дворцовая площадь, там большой автобус, туалет такой приезжает, и люди там справляют на дух. Тогда, в 99-м году, в 97-м, в 99-м не было туалетов на Дворцовой площади, поэтому все ходили, писали под дерево, и там же менты сидели в засаде, ловили всех и разводили на баблосик. Вот, соответственно, занимались они грабежом, вот таким. Сейчас я сталкиваюсь с тем, что, ну, вот я видел, во всяком случае, на улицах Петербурга, да, милиционеры часто просто берут людей, которые сидят в машине и начинают шмонать автомобиль. Я не думаю, что они действительно беспокоятся об охране правопорядка в этом моменте. Я думаю, что они пытаются найти нечто такое, за что можно было бы взять взятку. Соответственно, я думаю, что если бы менты, скажем так, получали очень маленькую зарплату, никто из нас с вами этому был бы не рад. Да, нас возмущает тот факт, что зарплата милиционеров выше, чем зарплата учителей. Почему? Потому что милиционером может быть кто угодно. Человек без образования, человек без каких-то особых компетенций и качеств. Учитель это всегда пример для подражания, это всегда человек образован, с высшим образованием, который может что-то дать, что-то воспитать. И, естественно, если милиционеры, полицейские выполняют какую-то, знаете, чисто исполнительную функцию, то учителя, они отвечают действительно за фрагирование будущего нашей страны. Это на самом деле отчасти так. Они являются частью системы образования. Но здесь, конечно, надо отметить, что я вот лично сомневаюсь, что если учителям повысить зарплату кратно, что качество этих учителей вот так вот по щелчку пальца изменится. Но это маленькое лирическое отступление. Потом, смотрите, если бы я был Медведевым, я бы начал с того, что, скорее всего, приведенные вот этим вегистанским учителем цифры, они некорректны. Это игра с цифрами. Потому что, скорее всего, были взяты самые экстремальные значения. Самые низкие зарплаты у учителей и самые высокие зарплаты у милиционеров. Потому что я сомневаюсь, что где-нибудь в Воронеже любой милиционер получает 50 тысяч рублей. У меня здесь сомнения. И в то же время я точно знаю, что учителя в Москве и в Санкт-Петербурге, например, никакие ни 10, ни 15 тысяч рублей получают за ее приличные зарплаты. Моя мама учитель, я не буду называть, сколько она получает, но получает существенно, вернее, она сейчас уже ушла на пенсию, но получала существенно больше, чем цифры, названные дегистанским учителем. Конечно же, это все не оправдывает Медведева. Вот эти моменты, которые я сейчас говорю, то есть Медведев мог бы просто как более умно ответить на этот вопрос. Он мог не говорить, что власть опирается на милицию, и эту тему я сейчас еще продолжу, но он мог сказать, что действительно вот эти цифры выдраны из контекста. И я вам скажу более правильную цифру. На самом деле, согласно статистике, зарплата в пользу полицейских всего лишь на 20% выше, чем у учителей. Средняя зарплата педагогов по России составляет 490 долларов. Ну, здесь просто я смотрю на картинку, где аналогичная статистика по ряду стран. Чтобы сравнить, можно было здесь зарплата в долларах. 490 долларов средняя зарплата у учителей и 600 долларов у полицейских. В принципе, в принципе, с учетом того, на какой стадии развития находится наша страна, она еще очень далека от зрелого состояния, да, эти цифры нормальные, потому что, еще раз повторяю, что нельзя допустить, чтобы у полицейских была маленькая заплата, что это будет поощрять взяточничество, преступность и так далее, коррупцию в органах. Ну, например, с тех пор, как повысили зарплаты гаишникам, быть может, вы и сами заметили, что гаишники стали существенно меньше брать взяток. Вот, то есть, это тоже правильно. Смотрите, дальше объясняю, что должен был ответить Медведев. Власть боится недоплачивать милиции, потому что, если власть будет недоплачивать милиции, эта же милиция может эту власть и скинуть. Во всяком случае, если возникнет какая-то щекотливая ситуация, вроде Майдана на Украине, то недофинансированная милиция может представлять собой, в общем-то, такой подвижный элемент, который в революционной ситуации может не оказать нужную поддержку власти. Как вы думаете, Медведев будет это объяснять? Конечно, нет. Но реальность такова. Действительно, власть опирается на милицию, милиция защищает власть. Власть не только на милицию опирается. Теперь у нас с целью диверсификации власть еще создала Росгвардию, так называемую, Национальную гвардию с какой-то невероятной численностью. И есть еще армия. И зачем это создается? Такие диверсифицированные структуры. Зачем? Ну вот если бы я был на месте Путина, я бы рассуждал так. Если армия сходит с ума, если, допустим, один какой-то генерал вышел из-под контроля и решил устроить путь, военный переворот, то есть возможность урегулировать всю эту ситуацию при помощи милиции. Если милиция сходит с ума, то есть еще какая-то, должна быть еще какая-то структура, которая уравновешивает всю эту историю. То есть система сдержек и противовесов. Так вот существует еще и Нацгвардия, которая возможно была как раз создана для того, чтобы страховать. страховать на тот случай, если милиция, например, выйдет из-под контроля или просто не сможет оказать в нужный момент должную поддержку. В частности, возможно, из-за, например, недофинансирования. Вот. Сравнивая учителей и милицию, вы, конечно же, понимаете сами, что бедные, нищие учителя, они безвредные, они безопасные. Нищие милицейские, нищие полицейские, да, это потенциально бандиты и, как я сказал, да, такая революционно подвижная масса. Поэтому с точки зрения общества, с точки зрения власти, с точки зрения государства, конечно же, в первую очередь надо накормить силовиков, да, и потом уже за счет какой-то растущей экономики пытаться накормить и учителей. На самом деле не стоит, конечно, думать, что у нас прям вот все так действительно плохо с учителями. Наш бюджет был сильно раздут в социальном отношении, потому что Путин понимает, что учителей, ну, учителя это же голоса, бюджетники, это все избиратели твои, поэтому тоже их сильно обижать нельзя, поэтому, конечно, их тоже подкармливают. В принципе, видите, что из этих рассуждений следует, что вопрос был немножко провокационным, Медведев просто стушевался, да, но поскольку Медведев в очередной раз ответил ненадлежащим способом, люди, конечно, понимают, что у нас премьер, но это просто какой-то лжедмитрий, то есть он совершенно своей компетенцией по тем ощущениям, которые есть в обществе, в интернете, у либеральной публики в фейсбуке, у всех есть мнение, что компетенции Дмитрия Анатольевича не соответствуют компетенциям, которые должны быть у председателя правительства такой великой страны, как Россия. Вот, и нам всем, конечно, больно. В связи с этим возникает вопрос не уйдет ли Дмитрий Анатольевич в отставку, не будет ли он отправлен президентом в отставку. Даже в интернете на сайте change.org была подана петиция электронная, начали собирать голоса за отставку Медведева. Конечно же нет. Почему? Потому что у Путина не так много друзей, которые могли бы занять эту позицию. А компетентный человек с независимым мнением на этой позиции, скорее всего, никому не нужен. Потому что, конечно же, если бы действительно людей на должность председателя правительства выбирали не по знакомству, а на основании профессиональных качеств, то Дмитрий Анатольевич, конечно бы, конкурс на эту должность не прошел, скорее всего. Такое у меня есть впечатление. Вот. Ну, я посмотрел вроде бы все, что хотел я сказать на эту тему, я сказал. Единственное, что вот я здесь действительно постарался немножко оправдать Дмитрия Анатольевича, как бы, постаравшись ответить за него на этот вопрос, да, с одной стороны. Но с другой стороны, конечно же, у меня тоже вопрос, зачем так много силовиков, зачем так много милиции, потому что, согласно статистике, у нас эти величины существенно превышают аналоги, допустим, европейских стран. Вот. Но я тоже допускаю, что я не всего знаю, опять-таки, ну, представьте, допустим, если сократить милицию информацию, особенно у тех, кто в Фейсбуке, да, а в реальной жизни получается так, что два раза два это пять или три. И надо учесть много моментов, чтобы сложить несколько, ну, чтобы сложить два числа. То есть не получается все на практике так, как это выглядит в теории. И в этом, как я не устаю повторять, очень большой просчет либерально настроения общественности состоит. Вот. В этом смысле можете, как бы, меня ватником, так сказать, считать. Здесь я немножко, конечно, оправдываю наше правительство, нашу власть, потому что не все, на самом деле, так просто, как хотелось бы. Вот. Вы знаете, еще один был пост на Smart Lab, который говорит о том, что Медведев был прав, что он, типа, просто правду сказал, пост популярный, был на Smart Lab, где он набрал 256 лайков и 226 комментариев. Ссылку на этот пост я внизу оставлю, вы можете с этим материалом ознакомиться. Теперь интересная статистика, которую я обещал, она будет многоплановой. Не обращайте внимания на то, что меня будет кидать из одной страны в другой, я просто несколько интересных фактов выписал, с которыми я хотел с вами поделиться. Итак, у нас, я напомню, на Smart Lab есть ежемесячный опрос. Это индекс доверия потребителей, индекс доверия инвесторов. Каждый индекс составляется на основе пяти субиндексов, то есть, всего 10 субиндексов, каждый из которых формируется в результате ответов на вопросы. Всего 10 вопросов. На каждый вопрос, ответы на каждый вопрос формирует свой субиндекс. Я не буду говорить, во-первых, индекс доверия потребителей. Все пять субиндексов ниже в августе, чем в июле. То есть, люди видят ухудшение. И это, несмотря на то, что курс доллара, в общем-то, упал за этот прошедший месяц. То есть, люди почему-то все в негатив скорее. Но есть два исключения. Первое исключение. У нас в прошлом месяце индекс политического климата практически упал на дно. То есть, на минимальный уровень за последние три года, в течение которых мы этот индекс рассчитываем. Немного он отскочил. И это, в общем, идет в разрез со всей остальной статистикой. Не знаю, почему, кстати, пока. То есть, ну, логическое объяснение у меня нет. Почему доверие к политическому руководству страны улучшилось за последние месяцы? Наверное, это просто статистическая девиация. И второй момент интересный, это то, что у нас три месяца подряд рекордных значений достигает субиндекс, который формируется в результате ответа на вопрос, держите ли вы акции в своем портфеле. И рекордные значения, действительно, уже большинство принявших участие в вопросе сейчас держат в портфеле акций. Здесь может быть два варианта объяснения этого феномена. Во-первых, мы на Smart Lab сделали сейчас больше акцент на акции, действительно, люди действительно стали больше покупать акции, держать в своем портфеле. И второе объяснение заключается в том, что сейчас рынок индекса МВВ практически на своих рекордных максимумах, все выглядит очень хорошо, все очень неплохо подросло с начала этого года, и это вообще может быть индикатором того, что вскоре нас ждет разворот. Обычно подобные индикаторы называют индикаторами противоположного мнения, Contrarian Indicators, если говорить по-английски. Окей, продолжаю статистику. Ну вот еще одна цифра, на которую без слез нельзя смотреть, если смотреть на долю финансовых активов, находящихся в апшорах по странам. В США это 4%, в Латинской Америке 20%, в России 50%, то есть 50% финансовых активов в апшорах. Ну там, например, берете какой-нибудь, на Smart Lab мы, кстати, сделали фишечку, теперь в разделе акции фундаментальный анализ можно в любую компанию выбрать, посмотреть структуру акционеров, вы видите, что все там крупнейшие бенефициары российских компаний держат их не напрямую, а через офшорчик с целью, так сказать, налоговой оптимизации, естественно, но и с целью там возможно всяких других последствий. Вот. То есть в офшорчике собственника намного проще поменять, чем здесь по российскому законодательству платить какие-то налоги, если, допустим, захотел передать по наследству компанию. Ну, условно, например. Так что Россия в этом плане Зимбабве, условно говоря, не развитая страна. Газпром. Мы в предыдущих программах Газпром затрагивали. Вот здесь статистика прибыль Газпрома, чистая, видимо, по РСБУ, по российским стандартам, в 2016 году 7 миллиардов, в 2015 году было 137 миллиардов долларов. То есть в прошлом году прибыль квартальная была практически 2 миллиарда долларов. Кстати говоря, во втором квартале 2016 года точно такая же прибыль квартальная, как в прошлом году у Газпрома, это прибыль Фейсбука. Фейсбук заработал 2 миллиарда за квартал, количество пользователей Фейсбука 1 миллиард 712 миллионов человек и капитализация, кстати говоря, у Фейсбука составляет 370 миллиардов долларов. Капитализация Газпрома на минуточку 50 миллиардов долларов. Интересная статистика, она не имеет отношения к России, но я бы хотел ее озвучить. Доля Японии в мировом экспорте с 1998 года, то есть за 15 лет по 2014 год сократилась с 10 процентов до 5 процентов. Вы знаете, когда смотришь на этот график, когда смотришь на график, как выросла доля экспорта Китая, как выросла доля экспорта Южной Кореи, понимаешь, что у Японии в связи с их экономической ситуацией такой нестабильной, они живут там неплохо, то есть качество жизни очень высокое, но они почему-то плачут из-за того, что у них нет большого экономического роста. Так вот, с учетом того, как они потеряли мировой рынок по экспорту, в общем-то, становится понятно, почему они там все в отрицательных процентных ставках, почему они тратят гигантские деньги на то, чтобы поддержать свою экономику, потому что она у них была экспортно-ориентированная всю жизнь. Сейчас они пытаются, не знаю, бензином тушить пожар своей экономикой, непонятно, какой во всем этом смысл пытался искусственно поддерживать экономику, которая просто подыхает из-за того, что их товары стали менее конкурентоспособными. Так, по России у нас есть хорошая статистика, промышленное производство в России уже растет третий месяц, правда, там микроскопический рост, я не знаю, там цифры реальные или номинальные, но во всяком случае там нечему радоваться. Есть позитивная статистика по рынку недвижимости, ну, разные цифры мы называли в последних выпусках, вот сейчас у меня есть цифры, впервые за долгое время объем ввода новых жилых домов вырос по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, то есть в годовом выражении уже идет плюс. Вот, в июне введено в годовом выражении 6,4, ой, прошу прощения, 6,8 миллиона квадратных метров площади по сравнению с 6,4 миллиона годом ранее, то есть резкое ускорение в июне по сравнению с маем. То есть некий такой маленький антикризисный момент. Так, ну, на этом у нас, наверное, все. 39 минут прошло до настоящего момента, как раз уже голосовые связки немного подустали, в принципе, можно идти отдыхать. Я надеюсь, этот выпуск, как и все остальные, вам понравился, вы не пожалели о потраченном времени, особенно всех, кто досмотрел до этого момента, благодарю. И, вы знаете, я сам порой страдаю от того, что за ужином, допустим, садишься, я приеду сейчас домой, я включу YouTube, и, вы знаете, нет такого интересного видео, которое можно было посмотреть вот так вот в удовольствие, вечером за ужином, например, или послушать в машине. В общем, жду от вас ссылок на интересные видео, на интересные материалы, на материалы, которые вы считаете значимыми, развивающими и полезными. Оставляйте их, пожалуйста, в комментариях, ну, равно как и свои отзывы, свои комментарии к содержанию, с которым вы только что ознакомились. Я еще раз напоминаю, что 24 сентября в Подмосковье в пансионате Клязьма у нас пройдет конференция по инвестициям. Обязательно записывайтесь, я ссылку оставлю на первом месте в описании к этому видео. Покупайте билеты, сейчас они пока еще со скидкой 50%. Конференции наши проходят в очень теплой атмосфере, я, ну, не видел людей, которые пожалели о том, что приехали на конференцию. Действительно, собирается очень интересная публика, интеллектуальная публика, те люди, которые делают деньги на бирже и те, кто хочет научиться делать деньги на бирже. В общем, присоединяйтесь к нашему мероприятию. Вы знаете, в этот раз у нас большой отель, 300 номеров и вы можете бронировать номера прямо на сайте пансионата Клязьма. Я, в частности, буду, я уже выкупил номер с 23 по 25, то есть на две ночи, с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье, потому что у нас всегда такие теплые, теплое общение начинается вечером в пятницу, в субботу мы проводим конференцию, в субботу вечером у нас опять-таки снова теплое общение на интересные темы и в воскресенье мы уже разъезжаемся по дамам. поэтому конечно рекомендую не медлить определяться с планами заранее это неплохой отдых будет и отдых вместе с пользой можно будет совместить уникальные возможности приезжают люди кстати говоря не только из России даже из Челябинска из Иркутска люди приезжают из Белоруссии Украины очень из многих мест из Екатеринбурга я помню приезжаю вот так что люди наши конференции ценят и для меня конечно же самый большой плюс когда нас собирается много поэтому присоединяйтесь окей на этом у меня все до новых встреч ставьте лайк подписывайтесь на канал как всегда ну и жду ваших комментариев увидимся внизу здесь под этим видео до свидания